На избирательных участках столицы продолжается тестирование оборудования по идентификации избирателей. С ходом тренировочного голосования сегодня знакомился первый вице-премьер Тейрбек Сарпашев. Подробности у Бермет Крумамбековой. На участке Свердловского района столицы с утра большая очередь избирателей. Горожане проверяют себя в списках и проходят идентификацию. Процедура голосования по новым технологиям оказалась проще, чем ожидали. Тестирование прошло, биометриевские данные нашли. Раньше биометриевские данные проходили. Сейчас есть, я считаю, это долг каждого гражданина Кыргызстана. Мне так посмотрело, подумала, честнее будет, наверное, потому что обязательно кто-то находит, кто не находит. Значит, каждый не может, подделать же нельзя. В столице своего рода репетиция выборов проходит второй день. Накануне тестирования по биометрическим данным прошли на около ста участках Бишкека. Такая процедура дает возможность проверить работу нового оборудования и ознакомить избирателей с новыми методами голосования, говорит вице-премьер. Мы уже завтра заканчиваем по городу Бишкек. Вчера закончилось по Нарынской области, и Оржская область тоже завтра заканчивает. Практически до 10 августа во всех 2288 избирательных участках в Кыргызстане стационарных мы провели тестирование. В регионах, конечно, эта цифра выше. Вот, допустим, Нарынскую область вчера мы предварительно итоги подвели. Из 100 человек, 96 человек на каждом участке находят себя в списке и идентифицируются удачно. То есть 4% пока составляет погрешность в регионах. А по городу Бишкек, это вчера был первый день, доходило до 12% погрешности. На сегодняшний день свои биометрические данные сдали 2 миллиона 657 тысяч человек, то есть больше 90% граждан, постоянно проживающих в республике. Применение новых технологий в избирательном процессе обеспечит прозрачные выборы, считают специалисты. В новой модели избирательного процесса предусмотрена составление списка на основе биометрической регистрации граждан. А затем в день голосования идентификация граждан тоже на основе биометрических данных. Для чего это необходимо? Прежде всего улучшить качество списков избирателей, чтобы туда вошли реальные граждане, для того, чтобы исключить голосование за другого. Между тем, пункты по сбору биометрических данных продолжают функционировать. Они прекратят свою работу за 15 дней до начала выборов. Тот, кто не успеет к этому времени сдать свои биоданные, не будет допущен к голосованию.